В прошедшие выходные Купчинский Олимп сыграл сразу две игры, которые определили его турнирное положение по итогам первого круга. Стартовая четверть показала превосходство хозяек паркета – 28-9. В следующем тайме сирены начали отыгрываться, но концовку второй 10-ти минутки и весь третий период отдали соперницам – 33-62. Заключительная четверть уже мало на что могла повлиять. Виктор Королев, тренер команды «Купчинский Олимп». С первой четверти у нас такой большой открыт, связываете ли вы с высшей готовностью к своей команде? Ну, трудно сказать о готовности, наверное, просто настрой был. У нас-то ситуация такая, что мы находимся на грани в первой половине, казаться, или в второй половине. Поэтому мы и так две игры уже уступили в одну очку обидное поражение. Поэтому не стали ждать, пока соперник будет играть. А сами решили диктовать условия игры. Вот и все. В непринеме у вас в запасе все равно остается несколько игр? Одна. Одна, да. Да, с импульсом завтра будет достаточно тяжелая игра. Я, правда, сейчас не могу сказать по турниру этой таблице, но, скорее всего, она будет решающая. Если мы сумеем победить, мы окажемся в верхней половине, если проиграем в нижней половине. Поэтому, я думаю, что завтра нам тоже предстоит непростая игра. Алексей Серединков, тренер команды «Сирены». Спасибо, Лича. Пожалуйста. Вот с чем связываете такое начало эмирного смысл? Девочки играют. Вот только с этим. Нет, хороший соперник у нас, с хорошей командой играли. Поэтому никто не ожидал легкой игры. Провалились чуть-чуть, бывает такое. Вы сейчас находитесь в группе лидеров, да? Да. Следующие, так скажем, игры. Да вы что? Будете менять? Ой, я не знал даже, что мы в группе лидеров находимся. Это новое, это правда? Не знаю. Тогда зачем что-то менять, раз мы в группе лидеров находимся? Так и будем играть. Ну, не первые, что все будет? А, не первые? Тогда будем что-то менять. Раз не первые, тогда надо менять что-то. Будем знать, что-то менять. Вы долго не тренировались в связи с тем, что чемпионат так начался? Мне кажется, мы слишком много тренируемся. Да, мне кажется, мы слишком много тренируемся, поэтому у нас ничего не получается. На следующий день команда Купчинский Олимп принимала еще одного лидера чемпионата – команду «Импульс». Начало встречи осталось за баскетболистками «Импульса» 19-14. Во втором периоде они увеличили свое преимущество – 28-14. Но соперницы сократили отставание – 31-39. Разрыв в 10 очков держался всю третью четверть, но в ее концовки девушки из команды Купчинский Олимп не попали в свои броски, а гости, наоборот, сполна воспользовались их ошибками – 47-63. В заключительной четверти события развивались стремительно. За первые три минуты баскетболистки «Импульса» еще больше развили успех – 70-49. Хозяйки площадки пошли ва-банк, и завязалась настоящая битва, в которой девушки не жалели друг друга – 63-73. Однако время играло не в пользу баскетболиста Купчинского Олимпа, и финальная сирена возвестила о победе «Импульса». Татьяна Большакова – тренер команды «Импульс». Татьяна Большакова – сегодня удалось вам в Купчинский Олимп одолеть, но под конец девчонки активизировались. Нет, ну, под конец девчонки молодцы, они стали просто играть плотнее, активную защиту соперника через сопротивление. Ну, девочки грамотные, как говорится, у всех большой опыт за плечами. Конечно, нарвались они на жесткие, как говорится, ответственные стороны в пределах правил, большинству ответов. Потому что они уже на корпусах висели, как говорится, прессовали так активно. Ну, дай бог, чтобы у девчонкам и к празднику и потом все хорошо нормализовалось. У соперника, я имею в виду, там, не подпортило ни настроение, ни здоровье вот эти девочки. Ну, боролся активно Олимп, как говорится, ничего не скажешь. Ну, у нас была просто своя тактика на заменах. Давали поиграть, как говорится, игрокам составу, скамейка длинная. Конечно, можно было бы сыграть немножко по-другому и более сильно. Вот. Ну, зато старались играть командой. Теми, кто пришел по их, как говорится, усилиям, возможностям. Как ваша поездка в Пехалку? Мы эфирично прошла поездка. Мы выиграли первое место в своей категории и третье место. Виктор Королев, премьер команды Курчинский Олимп. Довольны судейством. У вас не все получилось? У нас все получилось, но есть два фактора. Во-первых, мы сыграли две игры с командами, занявшими второе и третье место, в интервале 14 часов. Одну закончили вчера в 20 часов, другую в 10.30 начали. Время было достаточно мало на восстановление. И плюс команда очень опытная. В составе импульса есть и наши воспитанники, которые играли, которым уже опыта не занимать, которые были и чемпионками Европы, и универсиады, несколько мастеров международного класса. Ну, естественно, с нашими детьми, будем так их называть, не сравниться, да, по опыту. Конечно, сыграли на опыте. Но еще я хочу отметить безобразное судейство сегодня. Просто безобразное судейство. Ну, так нельзя судить, если бы судейство было более объективное. Я думаю, что игра была бы только выиграла от этого. Я уважаю соперников. Соперник там достойный. Они на самом деле могли без помощи хорошо сыграть. Ибо игра была бы более целенаправльной, не было бы столько травм. И из-за того, что судейская бригада не квалифицирована судила, безобразно. Поэтому большой травматизм в этой игре был. Очень большой травматизм. Несколько человек, вы видели, получили травмы. Только как... Хотя игра была интересная. И на самом деле, конечно, перед 8 марта девчонки сделали себе подарок. Хорошей боевой игрой. В воскресенье единоличные обладатели первого места текущего чемпионата команда «Черные медведи» принимала баскетболисток Банка России. В начале матча девушки не могли похвастаться хорошей результативностью. Первые три минуты матча на табло держался счет 3-0 в пользу команды Банка России. Затем девушки начали забивать 11-13. Во второй 10-минутке медведицы вырвались вперед 26-16. Но в конце четверти гости их фактически догнали 23-26. Третий период соперницы провели на равных – 42-38. В заключительном тайме баскетболистки команды «Черные медведи» наконец нашли свою игру и поправили показатели результативности, сокрушив соперниц. Денис Ершов – тренер команды Банк России. Сегодня ничего не хватило. Народу нас было всего 7 человек. Еще в первой четверти поле у нас сломалось. Соответственно, осталось 6. Шестером против «Черных медведей» не сыграть. У них и физика, и бросок. Поэтому они нас и перебегали, и прикидали. Мы еще довольно-таки очень хорошо сыграли. А как было прогнозов на восстановление тренера? Девочки восстанавливаются. Просто одни восстанавливаются, другие ломаются или заболевают. Плюс работа тут еще. Одна девочка по работе уехала. Поэтому надеюсь, что к следующей игре все, кто остался, будут в строю. Ну, как-то не очень, почему-то уверенно чувствовали себя в нападении. Сегодня не могли ритм поймать. Много бросков открытых промазали. Плюс плохо двигали мяч. Девочки с Банкой неплохо стояли зону. Поэтому как-то примерно так. Понятно, вы лидер уверенный. Вот такие перерывы между играми как-то сказываются? Ну, на нас не очень, потому что мы студенческое первенство играем. А вообще для других команд, я думаю, что это не очень хорошо, конечно. Что такой большой перерыв в игровой практике. Что разрывов таких чемпионатей даже по несколько недель быть не должно. Мы, в принципе, играли. А другие команды нет. Поэтому надо, чтобы примерно все были в одинаковых условиях и могли играть нон-стопом до конца чемпионата. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.